Софийско-Успенский кафедральный собор Первое каменное здание церкви в Сибири Построен в 1686 году вместо сгоревшего деревянного Софийского собора Строился новый храм по чертежам Вознесенского собора Расположенного в Московском Кремле Впоследствии храм неоднократно перестраивался И до нас дошел в измененном виде Монументальная фигура храма на Троицком Иссу Доминирует над всеми постройками Тобольского Кремля Старый величественный собор похож на Элюмонос Даже по виду тяжелый, но прекрасный Чередование равномерных больших объемов Спокойном ритме правильных линий, которые издраиваются в четкий, завершенный по гармонии силуэт Внешние впечатления полностью соответствуют архитектурному решению Стены толщиной чуть более двух метров скрывают просторные внутренние пространства Длиной 30,7 метра от западной стены до восточной Шириной 18,7 метра от южной до северной Высота храма с крестом 47 метров Собор венчает хоровод из пятибарочных лав На овальных мощных барабанах шеи Монументальная строгая гармония Сочетается в облике с приличествующей скромной нарядностью Каменному храму, как и полагается, предшествовал деревянный Да не один, а ровно два В 1621-1624 годах в Тобольске разведен первый Софийский собор Но в 1643 году деревянная постройка сгорела В 1646-1648 годах строят второй Софийский собор В 1677 году в спаленной море Полухало так, что в окне расплавился колокол весом 110 пудов Вот так пришла нужда в третьем храме Заложили собор в 1681 году В 1686 году храм был освящен в память успения Божьей Матери В 1784 году неотапливаемую собору на его северо-западном углу Пристроили теплый предел во имя Антония Феодосия Киево-Печерский Где в 1715 году погребли антрополита сибирского, святого Иоанна В 1710 году заменяют первоначально устроенный храмостас Случилось это по приезде митрополита Филофея Лещинского Который нашел храмостас, несоответствующий величию собора Филофей сама лично просит Петра I выделить средства на новое Благолепно Император, который связывал с Сибирью будущее могущество России Выделил сразу тысячу рублей Щедрость Петра не растрачена была в кусту Новый резной коностас был великолепен За что получил название Дивинова В 1797 году рядом с храмом появилось колокол В три яруса высотой 65 метров На двух ее ярусах звона развешено было 13 колоколов Век числа колокола в 16,5 тонны С языком 800 килограмм Получивший прозвание сибирского царя колокола Его открыли на заводе Акинфия Демидова в Тагиле Могучий колокол лил на десятки километров по окрестностям Густой малиновый свол При советской власти по просьбе трудящихся Храмы закрывали Не избежал просьбы и главный сибирский собор В 1922 году конфискованы драгоценности Сняты кресты Исчез гимный коностас Судьба его и сегодня неизвестна Потери были значительные В резнице храма, построенной в 1796 году Хранились не только предметы для богослужения Но и произведения искусства Лукописные и старопечатные книги Как религиозного, так и светского содержания От той резницы сохранились только кованые оконные решетки И железные двери В 30-е годы зданием собора владеет Организация «Союз хлеб» Соответственно названию пространства храма Используют как зерновой склад До 1941 года После войны собор пустует Пустует и разрушается Черная плесень покрывает древние стены росписи Большая кровля Сыпается фундамент В 1961 году Его передают в ведение Тобольского музея-заповедника С условием будущей реставрации И размещения музейных коллекций Первым делом реставраторы сняли кресты Что завершило страшный образ заброшенного храма Но маков и купола получили ремонт Стены покрыли новой штукатуркой Полы забетонировали Через 20 лет Закончен капитальный ремонт Но реставрация всю длится И тогда в 1987 году В окку партии Тюмени Обращаются архиепископ Именский и Омский Феодосий Он просит Возвратить храм с этого Но архиепископ получает отказ Мотивируется отказ тем Что в здании собора Планируется разместить музей Древнерусской живописи В 1988 году В настойчивой Феодосии Вновь подают прошение Снабженные компромиссами Он предлагает все-таки Разместить здание музея По воскресеньям И по большим церковным праздникам Проводить в храме Церковные службы Такое предложение Нашло положительных Отликов городских властей И партийных функционалов В 1989 году Приказ о передаче Собора церкви Подписан Когда передача состоялась Работы ускорились Чезвычайно Этому способствовало И отделение Тобольско-Тюменской Епархии Отумской Основная часть реставрации Завершена уже В 1994 году И тогда же Патриарх Алексий II Освящает собор В 2003 году При посещении Тобольска Владимир Владимировича Путину Принятый концепция Восстановления памятников Тобольского Кремля Вечесли Софийско-Успенского храма В 2004 году Начинается Всеобъем общая Реставрация храма Храм стал главным Для Тобольской Духовной семинарии В нем практикуются В пении и богослужении Восеминаристы Ученики Преподаватели Семинария В ее иконописной школе Немало сделали И делали Для украшения храма И создания Могущих икон Собор Хранит цветы Первое Это список Иконы Божьей Матери Тобольской Ибившейся городу В 1961 году И спасший город От неменуемого голода Запреленных дождей Вторая Мощи святого Бадлаама Архиепиского Тобольского Сибирского Мужа Ивангельской Кротости И праведности Канонизирована В 1984 году Его мощи Обрели В 2005 году Когда вскрыли Для ремонта полы Но главная Святыня Софийско-Успенского Собора Возвращенная Память Ведь храмищу И памятник Трудная История Освоения Сибири Нелегкой Жизни Поселенца Смелым Решительным Героем Духовным И простому Народу Покорившим Реки И тайгу Морозы И расстояния Продолжение следует...